Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! В преддверии 23 февраля предлагаю рецепт салата, который оценят мужчины. В нем много мяса, он такой сытный, но при этом не тяжелый, с очень пикантным гармоничным вкусом. Очень самодостаточный, его можно подавать как отдельное блюдо, а не только как закуску. Безусловно, это блюдо оценят по достоинству не только мужчины. Обязательно приготовьте, а список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Для начала режу репчатый лук тонкими полукольцами. Вообще, для этого салата лук обычно маринуют в смеси уксуса и воды, но так как я буду использовать огурцы, которые заготавливаю на зиму специально для салатов, а в их состав входит маринованный лук, то в данном случае я просто обжариваю сырой лук на небольшом количестве растительного масла, так мне даже больше нравится, и даю ему остыть. Говядину я подготавливаю заранее, кладу в кипящую воду и после повторного закипания варю до готовности, примерно полтора часа. Даю остыть прямо в бульоне, потом нарезаю пластинами и далее кубиками, как можно мельче. При желании мясо можно пропустить через мясорубку с крупной решеткой. Выкладываю говядину в остывший обжаренный лук, размешиваю и даю немного постоять. Грецкие орехи я заранее обжариваю, очищаю кожицу, насколько это возможно, и потом измельчу. Сделаю быстрый майонез без яиц, подробно я останавливаться не буду, ссылка на рецепт будет под видео. Сильно густой майонез для этого салата не нужен, поэтому долго не взбиваю. И помимо обязательных компонентов, добавлю сюда резанный чеснок. Измельчаю, также кладу сюда молотый черный перец по вкусу и размешиваю. При желании можно в майонез добавить сметану. Для удобства перекладываю заправку в кулинарный пакет. Для самого салата сыр натираю на крупной терке, а для украшения на мелкой. Яйца также натираю на крупной терке. Далее кусочек копченой свиной лопатки режу мелкими кубиками. Тот самый салат из маринованных огурцов и лука откидываю на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Если вы берете целые маринованные огурчики, нарежьте их мелкими кубиками и также дайте стечь маринаду. Фасоль сюда подойдет любого цвета, главное, что не в томатном соусе. Ее нужно промыть и также откинуть на сито. На блюдо устанавливаю кольцо, диаметр выбираю 19-20 сантиметров. Выкладываю говядину с луком, распределяю равномерным слоем и слегка утрамбовываю. И именно на говядину с луком выкладываю щедрый слой майонеза, чтобы мясо не было сухим. На остальные слои уже буду использовать поменьше. Далее тертый сыр, также его распределяю, слегка утрамбовываю и наношу майонез. Следующей будет фасоль, ее я присыпаю молотыми орехами и при этом часть орехов оставлю для украшения салата. Сверху немного майонеза, его можно не распределять ложкой, так как это будет проблематично. Выкладываю копченое мясо и сверху немного заправки. Следом идут маринованные огурцы, сюда я добавляю совсем немного заправки, так как они и так сочные. И в завершении тертые яйца. Также слегка их утрамбую и распределю сверху оставшуюся заправку. Отправляю салат в холодильник настояться часа на полтора и затем украшаю, просто чередуя полоски тертого сыра и орехов. Убираю кольцо и, чтобы освежить внешний вид салатика, выкладываю по кругу веточки укропа. Салат готов! Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Вам не трудно, а я буду очень рада! Отмечу, что в данном салате вареную говядину лучше не заменять никаким другим мясом. Будет совершенно не тот вкус. И напротив, копченое мясо можно брать любое, даже курицу. Если вы не любите фасоль, возьмите зеленый горошек или, в крайнем случае, вареный картофель. В общем, экспериментируйте, подстраивая салат под свой вкус. Смотрите, у меня также и другие рецепты не менее вкусных и интересных салатов. И не забывайте подписываться на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!